Ох-ох-ох. Такой любопытный вопрос. Когда у меня младший Тони Старок, конечно, он силен. У меня даже чашка как у него. Быстро бежать – это не в моем стиле. Быстро бегать – это не мое. Летать. Я высоты боюсь. Телепортироваться хотел бы. А почему нет? Это круто, да? Пах, я в банке. Я дома с деньгами. Помочь человеку несложно. Конечно, людям помогать нужно. Но себя бы я не обделил в удовольствии. Как Хинкок. Вилл Смит играл же, да? Каким-то таким бы я был супергероем. Мы учились в школе, и у нас не было трудовика. И приходилось заниматься с девушками. Пошел, купил себе этот набор для вышивания. Там же полотно и картинка. Прям по картинке можно вышить, что не проблема. Вот прям так вот. Ничего себе. Сейчас бы нужно попасть еще в три не хочет, да? Есть. Если я кому-то сейчас рассказал бы, что я сидел и вышивала крестиком, скажи, ты с ума сошел? Объясненно сыграл бы. Мне очень нравится камрандиоз. Еще и крестиком вышиваясь. Не получится, тут нету этих. Ну, короче, там такие, ну, оно все квадратиками, и там должны быть ровненькие крестики. А тут у меня уже не крестик получился. Я тут такого что-то нашил. Я люблю порядок. Ну, порядок должен быть, и он должен быть во всем. А что, что, что? Родителям пришлось работать в другой стране, чтобы нас содержать. Три месяца поработали, на неделю домой. Три месяца поработали, на неделю домой. Синдром брошенного ребенка прям был. Бабушка и дедушка не могли сдержать двух подростков. Ну, как бы, рос я, можно сказать, на улице. Как бы я не из семи миллионеров. И, как бы, приходилось выживать. Такая черная страница из моей жизни. Если сравнить мой круг общения до и сейчас, то я, как бы, очень доволен. Это смутно похоже на шедевр, если честно. Это даже на крестик не похоже. Это что ж показывать, там ничего еще нет. И не собирался связывать свою жизнь с вышиванием. Спонтанно попал в Москву. Ну, как бы, сидел-сидел дома. Купил билет, на следующий день уехал. Мне говорят, что вот у тебя есть какой-то потенциал. Там, чуть ли не талант, я не знаю, где они его видят. Говорят, там, поступай в щуку. Я хочу. Но я понимаю, что для того, чтобы сам учиться, мне нужно кого-то напрячь, чтобы кто-то меня содержал. А я этого делать не хочу. Я работал курьером. Билеты развозил. Работы не стало. Я сейчас не работаю. Как не работаю? Я работаю. Я инструктором по вождению работаю. Плани денег. Ну, я, как бы, не чувствую их важности в своей жизни. Я такой, типа, а, что тебе то, и тебе это. Конечно, хочется себе, там, огромный гардероб, там, знаете, кучу, там, всего. Но нужно ли это, вот, как бы, если бы я в этом нуждался, это бы у меня было. Мне это незачем просто. Кто такой я дурак? Нет, чтобы пойти себе кроссовки новые купить на тренировку. Я занимался футболом, думал, там, играл за чемпиона Украины. Думал, сейчас все, футболистом стану. Футбол забросился. Потом все. Я уже в боксе. Я занимаюсь боксом. Долго. Ну, лет пять я, наверное, занимался. И вот начинаешь сталкиваться с жестоким миром спорта. Это, или нужно любить очень сильно спорт, или быть шизиком. Я не знаю, чего я хочу. Если человек знает, чего он хочет, это, это прям, ну, это вершина мудрости вообще для меня. Боюсь, как бы, не знаю, показаться ниже, или слабее, или глупее, нежели человек, который рядом со мной сидит. Утром встаю, чищу зубы, пью протеин, пью витамины. Потом иду курить. Пытаюсь убрать свой говор. Как бы занимаюсь много. Я там по три часа хожу по комнате, там баб топтает, и так далее. Я не хочу любить на данный момент. Мне это не нужно. Сейчас все просто, быстро. С девушками вообще проблем не было никогда, в принципе. При том, что я абсолютно не умею знакомиться. Я не знаю, как знакомиться. Я вот, прям, для меня это, ну, как это же нужно подойти, и нужно что-то сказать. Да, летит прям общее время. Вот чем старше становишься, тем больше замечаешь, как время летит. Бывают такие вещи, которые ты там совершил, потом жалеешь. Сидишь там, какой я дурак, что же я наделал. Но зато я это сделал. Вот кто-то это не сделал, а я это сделал, и мне от этого классно. Планы? Прям грандиозные или… Ну, я вообще не привык делиться своими планами, потому что это мое личное. Я не хочу видеть свое будущее. Зачем? Я его сам построю таким, как я хочу. Я его сам построю таким, как я хочу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.